друзья всем здорово с вами вов сейчас я нахожусь на стенде lg и здесь у него представлен замечательный телефон который я в принципе вам показывал еще на съезд 2018 это в 30 и это безрамочный телефон от lg и да конечно нет таких технологий как galaxy s8 galaxy s9 но блин он точно такой же безрамочный у него 6 6 дюймов диагоналей он очень легкие 158 грамм по моему но он ощущается прям очень легко то есть если вы берете какой-нибудь iphone 10 он такая весомая вещь с другой стороны конечно когда вы берете такой телефон в руки у вас складывается впечатление что вы держите что-то не очень дорогое но в принципе это и есть бюджетный телефон и надо к нему так и относиться у него точно так же двойная камера да конечно на безумно но она имеет широкий угол обзора одна из камер 2 обычная фронталка всего 5 мегапикселей но мне кажется для бюджетного код телефона этого вполне достаточно здесь стоит обычный android и в принципе он работает ну достаточно плавно поэтому если вы не готовы тратить 50 60 70 тысяч рублей на какой-нибудь флагман то это устройство реально для вас если вы конечно не какой-то яблодрочер или фанат айфонов если вас устраивает такая операционная система как android то пожалуйста берите и наслаждайтесь конечно самсунга есть свой a8 но это хорошая альтернатива и она стоит в разы дешевле здесь есть интеллектуальная система камеры то есть она сама распознает что вы фотографируете это портрет либо это пейзаж какой-то либо еще что-то и зависимость от этого она сама их обрабатывает и получается вполне себе хорошо имя на демонстрации я не знаю как это выглядит вживую давайте попробуем есть режим а и к но качество именно на экране прям реально потрясающее то есть вот два режима это обычная фотография это именно с интеллектуальной обработкой то есть все мне кажется достаточно получилось более четче здесь все какое-то фиолетовое и размазанное но опять же это не топовый какой-то телефон это именно бюджетный нужно его рассматривать именно с этой точки зрения и в качестве бюджетного телефона мне кажется это прямо отличная вещь он прям нереально легкий то есть 158 грамм цифры ни о чем не говорят но я беру его в руку и он очень легкий с одной стороны кажется что вы взяли в руку какую-то дешевую вещь которая ничего не весит но он прям очень тоненький очень легенький если у кого-то нет предрассудков что хорошая вещь должна весить черт знает сколько то это телефон для вас здесь именно демонстрация ручного и интеллектуального режима и посмотрите на качество он распознает либо это лицо либо это какой-то объект либо макросъемка либо просто какой-то пейзаж ну то есть вам не обязательно покупать реально какой-то топовый флагманский девайс вполне себе есть куча приличных телефонов и по характеристикам он вполне себе прикольный 6 дюймов диагональ раз соотношение 18 на 9 16 мегапикселей основная камера 13 вторая у него камера именно с широким угла углом обзора фронтальная 5 мегапикселей да сейчас уже 8 9 10 на фронталках в топовых но это не топовый телефон какой-то а именно бюджетные 6 памяти 128 именно внутренней памяти и до двух терабайт micro sd а у samsung с 9 час до 400 гигабайт его а здесь аж до двух терабайт итак друзья вот еще очередной пример почему я разочарован презентации samsung пожалуйста huawei made 10 то же самое тоже безрамочный телефон тоже мощный куча всяких технологий две камеры датчик отпечатка пальца и опять же стоят разы дешевле чем samsung